так как я нахожусь не дома а так хочется сделать оттиски показать именно на розе софи лорен а не крахиной какие здесь какая здесь фактура но так как я не думаю и не взяла масляные краски пришлось вспоминать старый дедовский способ а это как вы думаете что помада будем сейчас красить глинку помадой как начинала с самого начала когда я училась когда еще ну подругой не было масляных красок как бы не закупались ничего не не думал об этом и начинали с именно с помад очень хорошо то что она не сушит глину и хорошо что у меня здесь деревня оказалось ненужные помады которые когда-то выбрасывали дочь привозила свои ну думаю мало ли пригодится и в самом деле сегодня я смотрю мне пригодилось это хочется покрасить глинку а ничего нету а тут на тебе у меня есть помада поэтому ознакомлю вас со старым методом окрашивания глинки мало ли может кому-то пригодится помады бывают такого цвета которого допустим под рукой нет такой краски масляной а тут на тебе помада есть тем более она не сушит глинку поэтому достаточно быть может быть плохо видно осень осень дождь облака солнце все в смешанном состоянии на улице ветер вот немножко розоватая но слабо видно да мне такое нежно-розовое добавим еще другого цвета мне еще такого есть были насыщенные думаю будет тоже в зависимости какие у вас будут помадки так хочется чтобы на камеру было хорошо видно красный цвет он очень сложно фокусируется пока мой муж занят клепает наверняка в это слышите я сделаю немножко пробничек и так сейчас я на пастомашине раскатаю глинку и покажу вам вот видно как вот в какого цвета до стала после помады на таком фоне вот такой оттеночек так и так потому что такие приспособления если только видели чего только не сделаешь ради того чтобы сделать то что хочется так как у нас вайнер он немножко с изгибом с папочкой такой нам нужно будет придавливать и здесь по краям и здесь придавливать чтобы полностью фактура взялась везде и так укладываю лепесток вайнер укладываю таким образом чтобы мешает все под руками таким образом чтобы и папочка улеглась благо что катары делают такую вырубку что в принципе позволяет растянуть лепесточек и он не вылезет за край то есть можно его немножко под немножко так растягивать вот под растянула уложила выгоним воздух так вот форма очень красивая мне нравится форма так и может быть немножко он нет может и не уйду из кадра то мешает мои приспособления так и буду делать оттиск нажимаю полной рукой на весь вайнер и с этой стороны попку прижимаю второй рукой так смотрим какая красота получается нажму чтобы как раз будет видите отстает от той стороны на которой он лежит его легко будет снять потом и таким образом немного усиливается фактура когда мы поджимаем возможно плохо видно когда он подсохнет так попробую сейчас ведь его пусть немножко обветрится еще оптима инструмент дорогой такой все мои приспособления мешают так потихонечку чтобы не растянуть форму не деформировать уж очень нравится мне эта форма поэтому хочется аккуратненько его снять вот так вот и получаем получаем такой вот красоту так показать чтобы было вам видно так не увидите да увеличить вот это стороны это сторону заказать внутреннюю часть так будет более видно проживочки это меньший вайнер улавливаю угол чтобы показать все прожилки потому что очень тяжело при такой погоде меняющийся показать всю фактуру что-то вот солнышко выходит до тучки и такое прям аж обидно показать всего что могло бы быть интересным для других так и сейчас немножко подожмем чтобы его легко было достать так немножко так со всех сторон его чтобы он со всех сторон чтоб не растянуть лепесточек хочется форма сохранить так так и посмотрим здесь фактура какая смотрите хочется так что все было видно это меньший лепесточек вот и отправляем тоже его сушиться на вайнере поэтому смотрите сами так это тоже подсох смотрите какая фруктура надо то есть так чтобы четко сосредоточить и этот меньше не нравится